И снова здравствуйте! После недолгого расставания я рада вновь приветствовать вас. С вами 26-й обзор соцсетей, с которым вас познакомлю я, Анна Азиева. На выходных мусульмане всего мира отметили праздник Урбан-Байрам, с чем мы их и поздравляем. А также появилась информация, что наши на Машуке заработали больше 8 миллионов. Надеемся, что средства пойдут по назначению и помогут ребятам реализовать их проекты. Вторник был крайне насыщен на события. Кого как, Анна с Аланой Сабиевой порадовала новость о том, что в Госдуме появилась инициатива ввести 4-дневную рабочую неделю. Правда, Аллан тут же высказал сомнения, что это малореально. Эдуард Кубикаев, напротив, сказал, что он бы застрелился о двух лишних работах часов каждый день. Алана Бетарова запереживала о тех, как бы тем, у кого дети. К концу недели на 15-м регионе появился опрос, из него вы узнаете мнение на этот счет не последних людей в республике. А еще в этот день отмечал свой день рождения сам он. Поздравить Владимира Владимировича поспешили Давид Хоханов, Алана Сабеева, а Евгений Шевченко порадовался реакцией Запада на отношения к личности президента в России. В среду прошло событие, редкое в республике. Состоялась премьера краткометражного фильма на осетинском языке Ирины Каргиновой «Туннель». Картина уже успела побывать на 8-м международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало», где получила лестные отзывы. Залина Хитагурова, которая побывала на премьере, осталась довольна, как и многие другие. Четверг запомнился тем, что Осетию посетил Иосиф Кобзон, фотографиями и видео с которыми пестрели и Инстаграм, и Фейсбук. Отца Кошты назвал его нашим сенатрой. Лена Цагараева благодаря его приезду узнала, что у песни «Выйду в поле ночью с конем есть авторы». Лада Маргоева поделилась фотографиями, а Костю Форниева в Инстаграме интересовал вопрос, остался ли кто-то без фотографий с Кобзоном. Пятницу пропускаем, ничего интересного. А вот в субботу немного заранее все отправились на родину Коста в Нар отмечать его 155-летие. Гуляния оказались масштабными. Вот только дом-музей поэта после ремонта в срок сдать не успевают. А в воскресенье Руслан Бекуров презентовал свое очередное творение. Наконец закончил писать свою никчемную книжку. Потерял к ней какой-либо интерес, дико ли редактировать. А потому решил вешать здесь, по главе каждое воскресенье, чтобы одновременно исправлять ошибки и разную такую ерунду. Вот, собственно, первые две главы пишет в своем блоге автор. Читайте, знакомьтесь. А на этом мы с вами прощаемся. Читайте новости на 15-м регионе, будьте в курсе. До скорых встреч. Продолжение следует...